Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свои программы. Сегодня воскресенье, передача у нас внеплановая, телефон эфира 847-226-9956, тройное WSAN-Gейтс-radio.com. И все программы записываются, выставляются в YouTube, Skype, по которому можно задавать свои вопросы, оставить свои комментарии и замечания. Это Сан-Гейтс-108, сегодня у нас в студии гости Михаила, Марины и Лизаровы. И Марину и Лизарову мы знаем давно, поскольку на многих радиостанциях города Чикаго она вела программу. И эта программа была очень-очень востребована, приносила очень серьезный рейтинг, поскольку темы, которые освещались в этой программе, были какие-то непонятные, неизведанные и тайные. Необъяснимые. Ну а Михаил много лет, еще в прошлом тысячелетии этим занимался. Это то, что на сегодня называется модным словом эзотерика. И стоял, можно сказать, у истоков, так сказать, каких-то там полетных всяких вопросов. То есть это то, что сегодня и до сих пор люди не знают, НЛО, допустим, вот это все. Вот у нас главный эксперт Михаил, ну а Марина... Да, информационная поддержка со стороны Марины. Да, которая является филологом, преподавателем, имеет несколько образований высших, но в то же время занимается очень интересными, вот такими непонятными для многих вещами, неизведанными. И давайте мы сегодня, у нас сегодня знакомство, и поговорим мы как раз об этом. Вам слово, пожалуйста. Ну, собственно говоря, когда люди узнают, что человек, который вот в реальной жизни делает что-то реальное, то есть, например, пишет учебники, издает книжки, печатает там что-то, и вот этот человек вдруг начинает говорить о необъяснимом, то очень часто у человека, который является собеседником, у него либо возникает вопрос, и он его не произносит, либо он его произносит. Ну, в общем, суть этого вопроса сводится к тому, как вы дошли до жизни такой. То есть вот каким образом человек, который вырос в современной системе образования, является человеком образованным, грамотным, каким образом он вдруг вот начинает заниматься непонятными какими-то йогами, практиками, изучает какие-то духовные школы, отправляется в какие-то путешествия. Вы знаете, стандартная реакция людей – это мысль о том, что у человека что-то не в порядке с головой, что там появились ментальные проблемы, и что, в общем, человека надо лечить. Но, вы знаете, я вас перебью. Дело в том, что Сангей-центр как раз такими вещами занимается. И вот в первую очередь Сангей-центр – это центр физического и духовного здоровья, поэтому здесь всё гармонично. Лично у меня вопросов не возникает. Я об этом говорю сам. По отношению ко мне могут возникать эти вопросы. Вот именно это. Когда мы с вами как раз на одной площадке. Да. Вот именно этот аспект, Михаил, я имела в виду. То есть, что для человека, который никогда в своей жизни не столкнулся с проявлениями чего-то, ну, с его точки зрения, не существующего в этом мире, все те, кто столкнулся с ним, это, ну, в общем, они неправильные люди. На самом деле на эту тему писано, переписано с древнейших времён, что, в общем, человек, который не танцует... Если вот мы представим общество, в котором никто не танцует, человек, если бы он затанцевал, он бы сразу стал уродом. То есть, это не уродство, это не... Это отличие... Это суть отличия в том, что у одних людей есть опыт жизненный прохождения через что-то странное, а у других этого опыта нет, его или не возникало, или не возникает, или, может быть, не возникнет за всю жизнь. Но это не значит, что те люди, у которых такого опыта нет, они правильные, а остальные неправильные. Потому что на самом деле, ну, знаете, как бы в обществе без ногих, те, кто с ногами, они тоже уроды. Поэтому вот очень важно для себя понять, если с тобой что-то произошло непонятное, ты увидел что-то, то, чего не должно существовать с твоей точки зрения вот в этой реальности, вполне возможно, что оно существует, и просто тебе надо пересмотреть свой взгляд на это. И вот это то, о чём я часто говорю, о том, что люди приходят к изучению этих вещей тогда, когда на них наехал танк. И вот здесь я сразу поясню. Для того, чтобы на тебя наехал танк, нужно, чтобы в жизни произошло что-то такое экстраординарное, чтобы оно поменяло взгляд очень радикально, на реальность, на действительность. Причём вот эти вот периоды, когда ты вдруг начинаешь что-то видеть и чувствовать, они приходят и уходят. Вот в этом самое удивительное, что двери открываются, ты попадаешь в какую-то инореальность, а потом они аккуратно закрываются. То есть ты прошёл какую-то важную точку, и вот мы часто говорим о том, что в жизни человека бывают точки бифуркации. Вы знаете, что это такое, да? Это математически точная точка, из которой возможны два абсолютно равноценных движения. Вот я выросла в абсолютно глубоко, семье глубоко атеистической и совершенно не относящейся к, скажем, к семьям, где культивируют какие-то особенные традиции или ещё что-то. У меня папа учёный абсолютно, математик, занимавшийся космической индустрией, становлением космической индустрии. У меня мама, которая писала учебники о том, как воспитывать людей и как, собственно говоря, и я продолжаю где-то её стезю в этом смысле. Но вот в моей жизни как бы были какие-то мелкие проблески необычных вещей, но я к ним относилась как к чему-то очень забавному. То есть вот там, например, в 10 лет я узнала, что люди гадают на картах. Я понятия не имела, как люди гадают на картах. Но была девчонка очень нахальная и хотела как бы показать, вот что я такая вот вся очень продвинутая. Я сказала, я могу гадать на картах. Девочки говорят, а как докажешь? Я говорю, погадаю сейчас. И вот я не знаю ни одного значения. Начинаю гадать девочкам. Это игра, мы расходимся. А через неделю ко мне две приходят и говорят, слышишь, продолжай. Я говорю, в каком смысле? Они говорят, ну всё сбылось уже, давай дальше. И вот был период, когда я... Потом уже после нескольких повторившихся случаев я взяла значения карт, хотя бы попыталась понять их. Я увидела, что то, что я делала, было очень похоже на то, что, собственно говоря, рекомендуется. Значения карт – это Таро карты? Или это просто... Ну нет, это были обычные игровые карты, но у них тоже... На них же точно так же гадают, собственно говоря, есть общепринятые значения, поэтому так далеко в Таро я не полезла. Я просто поняла в какой-то момент, что нужно остановиться. Потому что информация, которую я им выдавала, она не вытекала, собственно говоря, она вытекала из карт где-то, но я же не знала их значений. То есть мне так казалось. И я поняла, что есть некая, так сказать, связь между мирами, но я мимо неё очень благополучно прошла, и так шла до практически 30 лет, когда на нас действительно наехал танк, то и в нашей жизни начали происходить какие-то совершенно безумные события, объяснить, которые были совершенно невозможны. Они были страшными, они были трагическими, они были ценою, я бы сказала, жизни и смерти в каких-то вещах. И потрясение от этих... Ну, самая маленькая вещь, которая у нас произошла, например, в Думе, это у отца пропал кремлёвский пропуск. Вы представляете, что такое кремлёвский пропуск? Нет, я не представляю. Не представляете? Это маленькая корочка, которая... потеря, которая равняется потере... Парбилета в те времена железно. А этот человек директор крупнейшего института космической навигации. То есть это было страшно. Это было настолько страшно, мы перевернули весь дом вверх дном несколько раз, оно ничего не появлялось. И дом не настолько был, чтобы в нём можно было потерять, всё могло потеряться в одной комнате. Он приходил в форму, он снимал форму, он её вешал. И, в общем, пространство было очень ограниченным. И кончилось это тем, что, в общем, отчаявшись абсолютно, я, например, просто обратилась к традиционному поиграл-поиграл-отдай, положила, как положено, карты, куколку там, угощения в угол и попросила вернуть конкретно пропуск. И вот на следующее утро мы испытали абсолютный шок, абсолютно мой трезвый, атеистический, ни во что вери, не верящий папа, вышел с утра в холл, там стоял такой комод, и на комоде аккуратненько стоял пропуск. Я до сих пор помню вот это вот состояние абсолютной реальности. Вот вы как будто провалились. То есть, получается, кто-то нашёл или вернул пропуск? Нет, что-то, что-то, что играло этим пропуском, его вернуло. То есть, вот шок был абсолютнейший и стопроцентный. В общем, это всё, вот такой же шок испытала, я не совру, потому что есть человек, который свидетелем является здесь. Я в своё время работала в риэл-эстейт-компании, и ко мне однажды пришла одна из наших риэл-эстейт-агентов, довольно известная в Чикаго, она не даст опять же соврать, и сказала, что, ну, ты понимаешь, дом не продаётся вот как проклятый. Вот его посмотрели, миллион человек посмотрел, тысяча показок, ни одного оффера, нет, нет, не продаётся, что делать? Я говорю, ну, Марин, я, в общем, как бы не знаю до конца, но я бы сделала следующее. То есть, вот я бы, я им писала процедуру открытия дома. Ну, теперь можете себе представить, когда ночью абсолютно ни во что не верящие наши риэлторы вдвоём, потому что одна побоялась, значит, они, значит, там со свечами начали лазить по кустам вокруг этого дома. Зрелище было ужасно смешное, но дом продался. Дом продался, и барышня с тех пор... То есть, отсюда вы, дорогие наши радиослушатели, риэлторы, причём не важно, где вы находитесь, вы можете находиться хоть и в Жмереньке, хоть и в Чикаго, или в Нью-Йорке, или в Лос-Анджелесе, вы можете обращаться к Марине Лизаровой, точнее, можете обращаться в Сангейтс-центр, и мы вас введём. У нас, правда, есть ещё маги, волшебники, экстрасенсы, ясновидящие и так далее, которые занимаются такими вещами, они проламывают пространство. Да, бывают такие вещи, бывают. И там сразу все бегут и покупать этот дом. То есть, если ваши дома не продаются за определённую... Если это... За определённую плату... Михаил, я сразу... Нет, я сразу честно скажу, если проблема правильно обозначена, потому что бывают дома, которые вообще не продаются, бывают плохие дома, бывают плохие места, люди попадают и не могут понять, что с ними происходит. Какие-то вещи можно исправить, какие-то вещи исправить нельзя. И всё это нужно знать, по большому счёту, потому что человек, когда он попадает в такие обстоятельства, он говорит, ну что же такое происходит, да что же это за непруха такая, да что ж такое... Здоровье не идёт, крокодил не ловится, кокос не растёт, дети стали вести себя как безумные. И человек не понимает, что есть вот какие-то... Ну, я вам более того скажу, что вот у нас есть один знакомый, который попал в такую ситуацию, то есть он купил нехороший дом. Нашей тоже историей была, когда мы купили нехороший дом, но мы, честно говоря, долго не размышляли, мы через год быстренько собрали свои манатки оттуда, выкатились, несмотря на то, что дом к тому времени, мы немножечко его утихомирили, но дом был нехорошим, место было нехорошим, мы не собирались своей жизнью рисковать, изучая, почему именно он стал таким нехорошим, мы поняли, что история у дома достаточно длительная, длительная, и мы оттуда, как это, браво сбежали, потеряв там какие-то деньги, ну, решив, что здоровье и жизнь дороже. Бывает, что люди становятся заложниками своих домов, вот у нас есть два примера, одни приятели, которые купили нехороший дом, и у них все, что могло в этом нехорошем доме, произошло, но они вцепились в эти стены, как нищий прохожего, с убежденностью, что как бы, ну, вот, все происходит, потому что завистливые, злобные люди смотрят на них и завидуют тому большому дому, который они купили задешево, мыслят, что задешево можно купить только неприятности, им не приходило вообще в голову, и, в общем, как бы жизнь пошла очень специфическим образом, это была для них точка бифуркации, а второй товарищ просто жег такой дом, жег и поставил на его месте другой дом. Да, на самом деле некоторые из нас смотрят битву экстрасенсов, там такие вещи часто происходят, приглашают экстрасенсов, чтобы они нашли этих барабашек, этих домовых, этих привидений, ну, и выяснили, что там происходит в этих домах. Давайте мы все-таки дома и реал-эстейт это все-таки земное, давайте перенесемся сразу высоко в небо и задействуем здесь Михаила, поскольку у нас в небе происходят тоже очень интересные вещи, и летают всякие там небесные барабашки, которые называются УФО, НЛО, ну, вот эксперт у нас Михаил в этом плане. Я читал, причем неоднократно читал, о том, что и летчики, и космонавты, в том числе и наши космонавты, советские, российские, они когда летали, да, не только, естественно, они когда летали в космос, они видали какие-то совершенно непонятные вещи, непонятные явления, причем все это дело было очень и очень засекречено. Об этом надо на самом деле делать совершенно отдельную передачу, и не одну, я полагаю, ну вот, в двух словах, в трех, в четырех, не знаю, как получится. Есть ли место быть в этом мире? Значит, вопрос очень сложный, многогранный, действительно очень объемный. В свое время мне посчастливилось работать в одном научно-исследовательском институте. Я был начальником отдела, и у нас была группа, которая, в общем, скажем так, используя инструменты современной науки, пыталась объяснить, доказать, заснять этот феномен НЛО. Было, естественно, огромное количество, было огромное количество материалов, которые поступали по всем секретным каналам Министерства обороны, разведки и прочих, которые говорили, что, в общем, вполне адекватные, совершенно нормальные офицеры, морские, офицеры ПО, офицеры этих самых, видят, наблюдают, пытаются как-то там регистрировать. Вот, и группа пыталась, как бы, на территории тогда еще Советского Союза существовало несколько мест, где они появлялись наиболее часто, вот эти как бы неопознанные являются эти самые объекты. И вот эта группа, туда, в нее даже входил один экстрасенс, вот, они пытались заснять, пытались, может быть, попытаться войти в контакт, получить какую-то информацию, но так, для какой-то дела, конечно, не пошло. Вот, но факт сам по себе абсолютно объективный, то есть существует определенное количество явлений, которые не объясняются современной наукой. Что такое НЛО? кто такие НЛО-Нафки, или как угодно их можно называть, вопрос, в общем, скажем так, открытый. Однозначной теории, однозначного объяснения, кто это, что это, не существует. В зависимости от той или иной гипотезы, которой вы придерживаетесь, вы, соответственно, можете иметь различные объяснения этой ситуации. вплоть от того, что еще в конце Второй мировой войны немецкой Германии удалось создать летательный аппарат в виде диска. Существуют определенные документальные подтверждения, фотографии, как-то заснятые элементы полета, который передвигался на совершенно других принципах, чем современные летательные аппараты. Дальнейшая его судьба неизвестна. Известно, что единственный прототип был разобран, погружен на какие-то подводные лодки и куда-то вывезен. Следы на этом теряются. Весь отдел ННРБ, который существовал в той же самой немецкой Германии, практически в полном составе исчез. Огромное количество подводного флота немецкой Германии, ну не огромное количество, но в общем достаточно большое количество подводных лодок исчезли. Часть из них находилась потом в районе Южной Америки, без экипажа, просто выброшенные на берег. Куда делись остальные неизвестно. Есть материалы, говорящие о том, что экспедиция военных кораблей Соединенных Штатов под управлением вполне адекватного адмирала двигалась в сторону Антарктики, была атакована неизвестными летательными аппаратами, которые выныривали из воды, перемещались на огромной скорости и в общем практически не было возможности их каким-то образом уничтожить. Эта экспедиция развернулась, вернулась назад, материалы поэтому тоже частично засекречены, что-то естественно проникает в средства массовой информации. Поэтому гипотез как бы очень много. Я был знаком с одной школой, скажем так, которая занималась, имела контакты с неземными какими-то силами, с высшим разумом, которые нетрадиционными методами надиктовывалась какая-то информация. Там была совершенно другая своя гипотеза, что это некая инопланетная цивилизация, которая курирует Землю и ведет определенные наблюдения за Землей, стараясь помогать, стараясь чтобы люди сами себя не уничтожили и прочее. То есть гипотез много. Неопознанные летающие объекты продолжают наблюдаться и сейчас. То есть всплеск был на территории бывшего Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х. Нет, всплеск информационный, наблюдений нет. Да, я согласна, потому что есть шотландские, английские источники, их очень много мы этим занимаемся. Наблюдения, то есть данные о всех этих уходят в глубокую древность. И если вы посмотрите опять же там наскальные рисунки или там рисунки в пирамидах, то там есть как бы... Ну, мы знакомы с Эрих фон Тюнекен и было еще там очень давно. но показывают все. Да, то есть это все. Начиная с рисунков в пустыне Наска и все это. Да, там много чего. Свидетельств очень много. Они есть, они продолжаются до сих пор. Вы знаете, есть же... Во-первых, я в свое время тоже в какой-то программе на нашем Чикасском радио об этом говорил, упоминал о том, что вот это интересное и очень-очень засекреченное отделение под руководством Гиммлера вот этот институт ННРБ, который занимался как раз непонятными такими вещами. Но мы знаем о том, что еще давно, очень давно пытались искать Шамбалу, а Гитлер был приверженец ведических знаний. Описаны космические корабли, которые под названием Виманы. И вот эти Виманы, они описывают причем совершенно четко там есть и чертежи, есть все, скажем, как себя вести, там есть очень-очень и все подробно. Поэтому вполне вероятно, что могли такое создать. Мне непонятно, почему все-таки не создали это все. Потому что если исходить из этих чертежей, то даже попыток нигде не описывается, что были какие-то попытки создания. Вот вы сейчас говорите о том, что вот был такой создан летательный аппарат, который вот где-то там даже был заснят, но он пропал. Мы публиковали в журнале, у нас был материал на эту тему, довольно подробный. Аппарат пропал, фотографии остались, то есть есть фотографии. Вообще на самом деле в деятельности Гитлера было много темных пятен, потому что на самом деле под Псковом есть хрон, был вскрыт хрон, который бы очень тщательно охранялся во время Второй мировой войны, Великой Отечественной ее части и в котором тоже происходили какие-то вещи непонятные, нам досталась уже естественно оболочка пустая, то есть когда туда вошли люди, которые видели, как это функционирует и они говорили об огромном количестве материалов, бумаг и так далее, все это было вывезено незадолго, когда началось наступление Советской Армии, но в принципе да, как бы там была, и у Сталина была очень большая энергетическая составляющая его исследования, ему тоже это было интересно, в принципе это интересно всем властителям мира, вот так скажем. Ну здесь тоже существуют свои эти самые, есть Розуэлд, который там тот самый, есть Розуэлл, инцидент Розуэллский, который, где соответственно якобы хранятся эти самые, то ли хранятся, то ли не хранятся, но в общем на самом деле... Даже эти пилоты там где-то есть, которые там ну я сняли, якобы мы все время публиковали очень интересную книгу исследования Розуэлла, в котором собраны практически все материалы по Розуэллу, которые только можно вообще себе представить, и чем дальше влез, тем больше ты понимаешь, что люди, которые получают эту информацию, не заинтересованы в ее распространении, вот тут возникает очень, я как специалист по информации могу сказать... Я прерву на секундочку Марину, я хочу сказать еще раз напомнить о том, что Марина на протяжении 10 лет издавала и более, да, издавала такой журнал, который называется «Искатели», был очень интересный журнал, бывший в Советском Союзе, он назывался «Искатели», я вот уже подписывался на него, читал, но в данном случае речь идет о «Искателе чикагском», который имеет свой... он был и на русском языке, и на английском языке, как я переведен, нет, мы не переводили, он издавался на русском языке, это единственный журнал, который... подписка на который была монетарной, то есть надо было заплатить, потому что большинство прессы у нас бесплатно, и это единственный журнал из чикагских, который продавался в магазине, книжном магазине «Санкт-Петербург». «Санкт-Петербург» «Санкт-Петербург» Субтитры создавал DimaTorzok